Доброе утро, коллеги! Да, действительно, в Керчь пришла настоящая морозная зима. Снег в минувшие выходные шел почти не переставая. Керчане, конечно же, времени даром не теряли. Катались на санках, лепили снеговиков, играли в снежки и радовались долгожданным белым осадкам. А вот коммунальщикам в эти дни было не до веселья. Для борьбы с гололедом на тротуарах и дорогах мобилизовали все силы. О том, удалось ли справиться со стихией, нам расскажет Игорь Носков, директор муниципального унитарного предприятия «Жилсервис Керчь». Игорь Иванович, доброе утро! Здравствуйте! Скажите, какие ресурсы были задействованы для борьбы с обледенением? Ну, наше предприятие, мы заблаговременно уже начали готовиться. То есть, служба ЕДДС нас оповестила, что меняется резко погода. Было проведено совещание на уровне нашей комиссии по ТПЧС. И все моменты, которые нужно было для подготовки, были оговорены. Мы создали соответствующие документы, назначены были службы, дежурные. На предприятии были у нас организовано круглосуточное дежурство на уровне наших гаража. То есть, там две машины у нас постоянно находились полностью затаренные пескоразбрасывателя КАМАЗа пескосоленной смесью. И в любой момент по указанию должны были выйти, чтобы в конце концов так и получилось. То есть, уже в пятницу, если мы помним, погода еще днем нас баловала, вечером начала примораживать. Усложнялось это, конечно, тем, что нас не балует погода. И, правильно, она не в рабочий день, а на выходные дни. Конечно, мы понимаем, что впереди предстоят выходные дни. Были все люди предупреждены о том, что предстоит серьезная работа. И я могу сказать, что трудовой коллектив с задачей справился. То есть, в пятницу вечером в 11 часов уже где-то в районе 10-11 вечера пришел первый сигнал. Это у нас со стороны Оршинцево, что там уже обледенение дороги начинается. У нас один пескоразбрасыватель вылхал туда, сразу начал остановку партизанскую, подсыпал Нижнесолнечную. И там, в сторону Оршинцево, начал работать. И второй пескоразбрасыватель уже закрывал центр и другие проблемные моменты, которые связаны были опять с гололедом. Но, конечно, самая была наша проверка боеспособности, это уже субботы на воскресенье. То есть, ночью были очень сильные снежные заряды. Мы уже посылали не только пескоразбрасыватели, а мы уже прицепили на машинные отвалы, и мы уже начали чистить дороги. Для нас это тоже была определенная тренировка и проверка. Мы почистили весь центр, то есть я тоже считаю, что с задачей по очистке дорог мы, в общем-то, справились. Также, я хочу отметить, и Крымавтодор тоже поучаствовал, свои дороги они почистили. И в целом, жители нашего города на выходные дни видели, что коммунальщики трудились. Но одной механической уборкой, конечно, эти вопросы мы бы не решили. То есть, порядка 120 дворников тоже участвовали наших в посыпке тротуаров, уборке прилегающих территорий от мусора. И, конечно, большое внимание уделили остановкам. То есть, накануне перед гололедом мы развезли по всем остановкам, в частности, Оршинцево, Дмитрия Ульянова улицам. Мы понимаем, что туда одновременно мы весь город не охватим транспортными средствами. В пакетах мы выставили песок, песко-соляную смесь. И наши дворники, убирая остановочки, сразу же их присыпали. Соответственно, люди, когда утром проснулись, уже пришли на остановки, они видели, что гололед уже на них отсутствовал. Также, конечно, мы уделили большое внимание прилегающей территории к домам, где мы являемся управляющей компанией. Здесь тоже наши дворники работали и в субботу, и в воскресенье. Все видеоотчеты о нашей работе и весь объем работ, которые мы провели за эти выходные дни по уборке снега, можно посмотреть на нашей страничке ВКонтакте, Мубжилл-сервис Керч. Ну, а для предприятия, значит, в целом мы потратили порядка 80 кубов песко-соляной смеси. Это для механической уборки и порядка где-то 25 кубов. Это то, что мы раздали в наши ЖЭУ, то, что дворники в ручном режиме рассыпали за эти дни. Игорь Иванович, спасибо вам большое за эту информацию и за работу ваших служб. Я напоминаю, что сегодня мы говорили с Игорем Носковым, директором муниципального унитарного предприятия «Жилл-сервис Керч». Коллеги, на этом у меня все. Я желаю вам хорошего настроения и, конечно же, прекрасной погоды. Вам слово.